Здесь, к примеру, 44 калории, здесь 124 калории, здесь 100 калорий, а в картофеле у нас все знают, что 115 калорий. Это всё не имеет значения, потому что каждый человек с помощью своей ферментивной системы переваривает это абсолютно по-разному. Правильное питание – не строго изнуряющая диета, а привычка, укрепляющая здоровье. Эльзан Тюфриева, фитнес-тренер с трёхлетним стажем, знает о сбалансированном рационе всё. Даже калорийные новогодние блюда девушка может приготовить без вредных продуктов. Сегодня мы с вами приготовим полезную альтернативу нашего любимого салата – оливье. Чем он отличается от стандартного салата оливье, к которому мы так привыкли на Новый год? Ну, начнём с того, что полезная альтернатива отличается немногим. То есть большинство ингредиентов в оливье являются тоже полезными. Разница лишь в двух компонентах. Вместо колбасы в салат вкладывают тунец в собственном соку, а калорийный соус заменён домашним. Хоть о вреде майонеза все давно знают, всё равно он остаётся главной заправкой для новогодних блюд. Но и его можно сделать полезным. Для этого вам понадобятся варёные желтки, натуральный йогурт, также горчица, оливковое масло и, конечно, лимонный сок. Пять минут работы блендером, и натуральный майонез готов. Все ингредиенты режем кубиками. Тунец можно размельчить руками. Финальный штрих. Легко, просто и полезно. Вкусное оливье можно приготовить даже из одних лишь овощей и приправ, совсем не задействуя плиту, никакой термической обработки. Вот главное правило сыроедов. Для сыроедческого оливье нам понадобятся грибы-шампиньоны свежие, свежий мороженый горошек, свежие огурцы, свежий кабачок, немножко петрушки. Основной ингредиент соуса – орехи кешью. К ним добавляют воду, свежевыжатое оливковое масло и специи. Ямалайская чёрная соль, например, по вкусу очень напоминает варёные яйца. В таком оливье, конечно же, больше полезных веществ сохранилось, потому что всё без термообработки. И с таким оливье будет, конечно, легче на утро после Нового года. Зимние праздники объединяют за одним столом всех – мясоедов и вегетарианцев, постящихся и тех, кто ест всё, что угодно. Ведь отказ от каких-то продуктов питания – это вовсе не ограничение, а наоборот – возможность в Новый год попробовать что-то необычное и оригинальное. Дарья Шарипова, Максим Турчев, Алексей Семёнов. Утро Нового дня.